Брат, ты где этот пистолет нашел? Всем привет! Кто нас не знает, мы молодая группа The Jigits. Меня зовут Раф. Сейчас я буду знакомить вас со своими братьями, участниками по группе. Привет всем, я Алишер. Для друзей Эл или Алиш. Наши группы три года, да? Ты говорил уже? Ну, еще раз. Пускай для тех, кто прослушал знакомства. И надеемся, что дневники, которые мы будем снимать, в дальнейшем, он будет по душе. Мы делаем дело новое, мы хотим просто попробовать, рассказать, как это работает. Вообще, что себе представляет каждодневные тренировки, занятия вокалом, танцами. И к чему это приведет, надеюсь, к чему-то очень хорошему. Привет всем, меня зовут Батар. Ну, все сказали, пацаны? В нашей группе три года, ты это сказал? Ну, что-нибудь, продолжай. Ну, вот. И я думаю, что вам будет очень интересно наша жизнь. То, что мы делаем каждый день, мы будем освещать, показывать все. Ну, почти все. Мы прошли отборочный кастинг на главную сцену. Мы готовим номер. Песня называется «Каракум». Мы сделали для нее постановку, хореографию. Сейчас будем репетировать. Вот, в общем, репетиция полным ходом у нас идет. Вот так мы репетируем. На самом деле мы ждем звукорежиссера. Сейчас он придет, нам все подключит. Процесс начинается. Репетиции. Нашли шнур. У нас новый участник как раз за это время появился. Ну, это Виталий, арт-директор ресторана «Кафе Эмпорио». Музыкальный критик, да. Потому что он разбирается в музыке. У него музыкальное образование, ребята. И он сам поет еще. Очень круто. Ну, и, конечно, «Эмпорио Мюзик Фест» без него не проходит. Да. Ну, куда же. Так что... И он еще очень скромный. Так что мнение его нам очень важно. Виталий, скажи, как сейчас, что было. Правда говорить, да? Да. Во втором куплете нужно более плотно петь, нужно больше подачи это делать, нужно, собственно, попадать в нотки, и все будет, я думаю, здорово. С каждым... с первой же секунды вы должны заинтересовать. Если вы не заинтересуете слушателя, то... Будет тяжело. Да. Спасибо, Виталий. Спасибо. Да. Забись пошла. А, я ему написал. В общем, ребят, к нам сегодня приехали из Алматы наши друзья Саня и Алибек. Ну, давайте, парни, скажите что-нибудь. Привет, ребята. Как ваше настроение? У нас ничего. Продолжение того, что у нас не спали 3-4 суток в нормальной кровати, только в передвижении, в самолете, в машине и так удобно. А, он уже ест все. Ну, в общем, сейчас мы кушаем. Мы заказали еду. Обратите внимание, спиртного нет у нас. Остальные мы не пьем. Только по субботам. Мы не пьем пока. Ну, в общем, пожелайте нам приятного аппетита и мы приступаем. Парни, ну, в общем, вы приехали попробовать себя, свои силы в продюсерском центре. Что за продюсерский центр, рассказывайте. Продюсерский центр называется. Без напрягов, спокойно. То есть, как будто камеры нет. Давайте не будем ее обозначать, что она вот на нее играть, там стараться. Давайте будем... С матами, как обычно мы сидим. Будем такими, какие мы есть, и мы есть, и мы есть. Ну, желательно без мат. Вообще наткнулся на объявление ВКонтакте. Конкурс. Открывает открытый конкурс. Что-то не писал. Открытый набор музыкантов, певцов, коллективы, там, если ты интересная личность. Поэтому я тельняшку нацепил для того, чтобы интересно выглядеть. Если я это кидал его, чтобы порвать их сразу. Да, чтобы... За в этом. Мое предположение того, что, ну, на самом деле, таких продюсерских центров здесь в Москве много. Вот, их не сочетать на пальцах. И как, ну, большая их часть, мне кажется, большая их часть предлагает такие кастинги, услуги. Скрывая тот факт, что надо будет, там, заплатить вступительный взнос какой-нибудь, там, да. То есть, предлагает свои услуги, там, педагогов по вокалу. Ну, то есть, ребят, вы придите, заплатите, там, определенную сумму. Вот. И тогда мы будем вас продюсировать. И посмотрим, насколько эти кастинги все честные. И действительно ли возьмут их... Эта программа намедли. С вами... Действительно ли возьмут их? С вами... С вами парфюном. С вами парфюном. Добро пожаловать в Кибаево. Вот. Ждем его, когда он освободится. И, скорее всего, поедем за одеждой. Вот. Будем думать, что будем одевать на главную сцену. Может быть, что-то будем покупать. Может быть, какие-то свои вещи будем одевать. Так вот, смотрим. Поехали. Все-таки хочется на вот этих велосипедах покататься. Да. И у них все никак не получается. Сколько... Мы все всегда с таким энтузиазмом... Энтузиазм... Энтузиазм. Энтузиазм. Энтузиазмом подходим. И потом с таким же энтузиазмом ходим. Да потому что там... То аппарат не работает, то карточки нет. А-а-а. А так туда наличными он не берет, да? Да. Ну, кстати, там выгодные цены. Я смотрю, люди катаются. Да. Я знаю, какой-то один чувак такой... Офисный. Егор, мы решили... С инициативой Равиля мы решили... Снимать ролики. Видео. Правильно. Для туба. Для блога. Для блога. Для блога. Для блога раз в неделю выкладывать. По 10-15 минут из жизни. Группы. Да, но мы только сейчас к этому пришли. Что, фишка? Что именно, как конкретно мы хотим добиться успеха в Москве. Это история о том, как простые три казахских парня приехали... Чё приехали? Чё, чё делать? Чё приехали? Чё приперлись? Ну, приехали чё? Приехали развиваться. Значит, надо, да. Значит, есть причины этому. Да. Мы тоже когда-то приехали. У нас есть главный советчик. по моде Сана, дочка нашего продюсера, Легали Сальтебаева. Она нам сейчас из Лондона подсказывает, какую обувь нам одеть на выступление. Идёт бурное обсуждение того, что мы оденем и как мы будем выглядеть. Главный штаб из Лондона говорит, что нам не нужны красные рубашки, что нам нужны кроссовки вместо кема. Пойдём узнать кроссовки. Пойдём смотреть кроссовки. Кеды забраковали. Терпичные признаки. Пойдёмте фото. Пойдёмте. 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 Опять. Они так же стоят. Но они клёвые. Они уже на фишки. Чё скажешь, Шето. Я думаю, что достаточно легкие, достаточно стильные, достаточно универсальные для того, чтобы одевать ее с разной одеждой, танцевать, ну, этики, так скажете, головной штаб влога. Головную, да. Что сказал босс по одежде? Босс сказал, что новые конверсы смотрятся нелепо. Понятно. Поэтому надо дойти в своих, которые уже чуть-чуть жизнью пожили, в которых есть какая-то... Ну, зараз есть уже опыт. Это уже я добавляю. Отсебятина. Либо покупать новые и идти в них по улице погулять чуть-чуть. Два месяца ходить по Бутово. Да. Здорово. Ребята, в общем, выехали из Цветного. С одеждой решили ничего не брать, так как из Лондона наш босс, да, сообщил нам... Модный босс. Модный босс, да. Сообщил нам, что сейчас в моде грязные, старые, рваные вещи. Сугубо. Сугубо. Сугубо, да, образно говоря. Поэтому доставайте все свои вещи, которые завалялись в шкафах, вот, одевайте их. Ищите и прекрасное в старом. Да, на сегодняшний день это модно. Поэтому мы будем выходить в нашей старой одежде, вот. А сейчас мы едем в Эмпорио поужинать с нашими друзьями, пообщаться. Мы решили все-таки немного скорректировать название нашей группы, потому что The Jigits немного не так воспринимают люди, как мы хотели бы. Если у вас есть какие-то варианты, пишите в комментариях, предлагайте. Сейчас с нашими друзьями встретились, как раз-таки обсудить эту тему. Мы, конечно, можем обсуждать все между собой, но я нарушу правила и скажу, что я за The Jigits, вот просто, только это, и все. Но мы должны обсуждать между собой. The Jigits? Да. А вот мы хотим другую версию, Jigboys. Ну, тоже звучит клевно, все-таки я... За The Jigits? Комментарную туда, я речь. Ну, да. Нет, ну, я как человек, говорящий по-английски, как бы живущий. Ну, да. Ну, еще The Jiggy Boys есть такой вариант. Ну, The Jiggy Boys, это, мне кажется, уже немножко любит к штуру. Да. Ну, да. Пучится не очень правильно. А как тебе название Bidjiz? Можно назваться Bidjiz? Просто. Здорово. Просто и популярно, странно. Ну, мне кажется... Ну, как я, Спилберг. Ну, самое. Да, да. Да, Bidjiggy. А? Хорошо, подумаем. Мы прислушаемся к вашему. Есть такое мнение, назвать группу The Pats'Any. The Pats'Any? Убираем, надо оставить... Jiggy-Jiggy. 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 Bidjiggy. Bidjig. Да, вот еще был вариант Bidboys. 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 Bidboys, это нам Bidjiz. Подогнать тогда надо, да. Тогда Bidboys тебе все... Да, может быть, это легче вообще сделать, чем Bidboys. 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 Рядом боль и грусть. Пройдет моя любовь и чувства безответные. Миражи среди слез держи. Ставь сердцу по твоим следам Ставь недосказанным словам Ставь невозможно поверить, но Ставь